Принц Гарри не раз говорил, что принцесса Диана полюбила бы Меган Маркел и одобрила его выбор. По мнению герцога Сасакского, его мама и жена очень похожи по характеру и наверняка бы подружились. Однако с ним не согласен один из бывших помощников королевы Елизаветы. Экс-сотрудник королевского двора по имени Дики Арбитер, работавший пресс-секретарем, сделал несколько сенсационных заявлений. Так он считает, что если бы Диана была жива, то Гарри никогда бы не женился на Меган и не покинул королевскую семью. Народная принцесса при всех конфликтах с Чарльзом уважала институт монархии. По мнению бывшего помощника, женитьба на американке стала результатом нестабильного эмоционального состояния принца Гарри, вызванного, в свою очередь, смертью матери. Так что, не случись автокатастрофа в парижском тоннеле, младший сын Чарльза и Дианы по-прежнему служил бы на благо короны. Арбитер также высказался в адрес BBC, которым потребовалось 27 лет, чтобы принести извинения за интервью Мартина Башира с Дианой. Скандальный журналист пошел на фальсификацию фактов, чтобы получить согласие принцессы на эксклюзивный разговор. Он заявил, что няня Уильяма и Гарри, Александра Петтифер, известная под именем Тиги Легги Бург, состояла в интимной связи с их отцом принцем Чарльзом. Женщине пришлось через суд отстаивать свое честное имя и в ходе разбирательств раскрыть некоторые личные данные. То, что BBC столько лет тянули с извинениями, Дикий Арбитер считает позором. А в руководстве медиакорпорации, по его словам, царит высокомерие и уверенность в собственной безнаказанности. Возвращаясь к женитьбе Гарри на Меган, давайте порассуждаем. Прав ли был пресс-секретарь королевы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok